Девушки отдыхают Сейчас разберемся. Зачем вы ребенка настропаляете? История, ну зачем вы ребенка в суд привели? Малолетний ребенок. Ваша честь, я хочу, чтобы отец видел, что у него есть сын. Чтобы понимал, что происходит. Я думаю, что получив иск, ответчик и так понял, что вы заявляете требование о признании отцовства. Ну да, до сих пор он отказывался с ним встречаться. А, он не видел ребенка. Я теперь надеюсь, что он увидит ребенка и какие-то отцовские чувства у него все-таки возникнут. Пока он категорически отказывается. Так, ребенок у нас спрятался. Ну, давайте будем считать, что ответчик увидел ребенка. Возникнут у него отцовские чувства или нет, мы выясним в ходе процесса. Но давайте все-таки ребенка мы из зала удалим. Да это манипуляция, ваше чувство. Выведем ответчик. Мы разберемся. Судебный пристав, я прошу вас, вы мальчика, пожалуйста, выведите из зала и организуйте, пожалуйста, чтобы присмотрели за ним. Сколько лет мальчику? Шесть лет. Шесть. Ну, вы должны понимать, что в суде нет комнаты детской, как в супермаркетах. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас что-нибудь там придумают. Так, истец, я слушаю ваши исковые требования. Ваша честь, ситуация такая. После смерти дочери, моей дочери, мы остались снуком одни. То есть вы бабушка? Совершенно одни. Я бабушка. Вы являетесь опекуном? Я являюсь опекуном, да. Уже вот вскоре после похорон мне удалось, хотя это было сложно, но мне удалось оформить опекунство. Ребенок живет со мной. Все дело в том, что я тоже уже не молода. Это очень хорошо понятно, да. И в любой момент со мной может что-нибудь случиться, и у ребенка не остается больше никого. Хотя у него есть любой отец. Других родственников нет? У вас есть муж? У нас нет, никого нет. Муж мой умер уже давно достаточно. Мы жили с дочерью вдвоем. Вот. Леночка, она работала хорошо, зарабатывала, и как бы все у нас было хорошо, в порядке. Потом она, я увидела, что она встречается вот с этим господином Ведерниковым, Константином Сергеевичем. После этих встреч Леночка сообщила, что она беременна. Леночке было уже 30 лет, и мне как бы не было нужды отслеживать, с кем она встречается. Единственное, что... Она вам рассказывала что-то об отношении? Говорила, что у нее роман или что-то еще? Нет, она не рассказывала. Но она, как выяснилось потом, вела записи. Краткие фразы, но они были отмечены так. Цветочек нарисован розовенький, или там солнышко, или сердечко. Я так понимаю, что они были не безразличны друг другу. Что были романтические отношения, да? Это были абсолютно романтические отношения, и я их видела вместе. Они были счастливые, довольные. Все у нас было хорошо. Потом получилось так, что вот дочь моя, она скоропостижно скончалась. Вот просто в один день, понимаете? Как вот сказали мне в скорой помощи, в больнице, что у нее оторвался тромб. Вот случилась примерно такая история, как, вы знаете, актер вот недавно умер, Марьяна. Вот тромб оторвался. У Леночки, оказывается, такая же история. Вот мы остались с Женечкой одни. Опеку оформила, но так получается, что вот денег нам этих не хватает. И вы решили меня привлечь, да? Я на пенсии, я на пенсии. Опекунские небольшая сумма. Ну, во-первых, квартплата высокая. У меня на лекарство... Пенсия какая у вас? У меня пенсия 16 тысяч, у меня вот есть справочка. Передайте, пожалуйста, все документы через судебного пристава. Все. Дневник я посмотрю. Приобщаться к материалам дела суд не имеет возможности, но на обозрение суда можете представить. Вернее, не дневник, это записная книжка, как вы пояснили, да? И вскоре после похорон я, когда стала просматривать Леночкины бумаги, перебирать, и нашла эту запись в дневнике, в записной книжке, что отцом ребенка является ведерников Константин. Самое интересное, что он действительно не отрицает отцовство. Когда после смерти Леночки я к нему пришла и рассказала всю эту историю, то он говорит все, что угодно. И я, да, и подтверждаю, что я зачал с ней ребенка. Но сыном я его считать не буду и никакой помощи оказывать не буду. Он ссылается, что у них был некий договор. Но про этот договор я нигде не нашла. Какой договор? Ну что он имеет в виду? Как он вам пояснил? Он мне пояснил, что они заключили договор, что Лена хочет забеременеть от него, родить здорового ребенка. Все верно. Якобы они прошли обследование, и она решила, что это его, это самый лучший кандидат для рождения ребенка. И вот у них было все только для того, что она мне об этом не рассказала. И то, что я видела, Ваша честь, я видела их на улице вместе. Они выходили из машины, он привозил ее на своей машине к дому. Они так прощались, так целовал он ее, вот такая хапка рос. Я никогда не поверю, что это был договор. Я теперь на всех жениться, кого я на машине подвожу. Это не был договор. Я много кого подвожу на машине, но даже не знаю, что я должен жениться. То есть вы считаете, что никакого договора не было? Я считаю, что никакого договора не было. И просите установить отсутствие? Я прошу установить, потому что у меня тоже давление, я тоже болею. Истец, я вас поняла. Послушаем ответчика. Вы признаете иск? Истец считает, что вы являетесь родным отцом мальчика, которого вы только что видели здесь. Так и есть. Я биологический его отец. А вы биологический отец. Биологический отец. Алименты готовы платить? Смотрите, у меня есть на руках документы, нотариально заверенные. Можете посмотреть с расписками Елены. Поясните сначала, а потом я посмотрю документы. Все вам объясню. Значит, какая ситуация произошла? Я потерял работу. У меня есть жена, есть сейчас двое детей. Мы до того, пока я потерял работу, взяли ипотеку, квартиру. Мы посовещали с моей супругой. То есть у нас было это даже согласовано. Она мне дала, скажем так, добро. Как бы это дико, допустим, не звучало. Но такая ситуация. У нас дети, у нас ипотека, потеря работы. Жена, естественно, дома сама сидит. Ну, как бы домохозяйка. Почему? Потому что двое детей куда сейчас? Маленькие дети. Маленькие дети. Мы с супругой залезли в интернете, нашли сайт. И там нужен был, можно так сказать, донор. Для того, чтобы женщина захотела, девушка точнее, в данном случае, Елена захотела стать матерью-одиночкой. Я не знаю, почему она на этот шаг собралась пойти. Как бы, да, или пошла, скажем. Разные жизненные ситуации бывают. Не хотела родить ребенка. Да, я туда не лез. Мы составили договор о том, что Елена не претендует на алименты, я не претендую на воспитание ребенка. Она захотела сама его воспитать. Понимаете, мы пошли в нотариус. Договор официально заключили. Официально. Вот. Она мне выплачивала суммы по распискам. За что? За то, что я стал донором. А мне эти деньги должны были... Вы обращались в медицинское учреждение? Обязательно. Я прошел полностью курс как бы осмотра, медосмотра, для того, что я здоров и пригоден стать биологическим отцом. Елена тоже, естественно, прошла этот курс, безусловно. Вот. Тоже, что здорово. И потом, как бы... Договор с медицинским учреждением у вас имеется? Конечно. Вот. Все на руках. Каким образом произошло зачатие? Вы в медицинском... Непосредственным половым. А зачем тогда вы сдавали... Анализы? Материал? Ну... Вы материал сдавали? Сдавали материал для того, чтобы проверили о том, что все... Нет. Минуточку. Сдавали материал, это сдали, отдали, и там все произошло. Я понимаю. Искусственным путем. Я понимаю. Что вы понимаете? Вы говорите естественным путем. Ребенком был зачат. Естественным путем. Это было в договоре прописано. Елена так захотела. Хотите, можете пригласить мою супругу, она вам все подтвердит. Что это согласовано было вместе с моей супругой. Передайте документы. Супруге, наверное, тоже рассказал там какую-то историю, лишь бы только прикрыться. И сколько денег вам выплатила за ваши услуги? Значит, в первый день она мне заплатила 60. Договор возмездного оказания услуг. До чего дошла жизнь? Законы не я пишу, простите. Сайты не я придумываю. Причем здесь законы? Ну, при том, что закон это разрешает. Договор это прописано. Закон разрешает заключить любой договор. Да, действительно, свобода выбора договора. Свобода договора. Это присутствие. У нас все прописано, понимаете? Все ходы записано. Все официально. Нет, слушай, если вы говорите, что у вас договор. Цветы дарили? Да. Цветы я один раз подарил, у нее был день рождения. Я же должен был человека уважить как-то. Она же, извините, как человек все-таки была, понимаете? Цветы я подарил, безусловно. Подвез ее, подвез ее. Отцеловали, зачем? Все соседи видели, все видели, все спрашивают у меня, где твой зять? Все женщины современные хотят, чтобы мужчины были рыцарями. Я когда выхожу с транспорта, если я не на машине еду, я тоже руку подаю. Так что теперь мне, жениться на этой девушке? То есть вы всем женщинам готовы оказывать услуги? Ну, это не шутки. У меня семья, я жену свою люблю. Понимаете? И вот такая ситуация... Да у вас никто из семьи-то не уводит. Просто меня, просто меня. Просто вы признаете, что вы биологический отец ребенка. Ну, конечно. И вы признаете, что ребенок зачат естественным путем. Да. Но я, конечно, встану на ноги. Имеется свидетель со стороны ответчика заявлен. Поясните, пожалуйста, ответчик, что это за свидетель? Это моя супруга, с которой мы вместе согласованно пошли на этот шаг. Потрясающе. Она меня даже поддержала. Давайте послушаем свидетеля. Пригласите, пожалуйста. У нас была ситуация такая. Вот вы не верите, сейчас у меня супруга... Я не верю, я не верю, чтобы еще жена согласилась на такое. Но то вы хотите просто... Сейчас послушаем свидетели. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Веденникова Евгения. Я жена ответчика. Вы состоите в браке. Да, мы состоим в браке. Как долго вы состоите в браке? Ну, уже 10 лет. 10 лет. У вас имеются совместные дети? Да. Двое. Знали ли вы о том, что ваш муж заключил договор с дочерью истца на оказание услуг по защитию ребенка? Да, знала. Вы об этом знали? Да. Вы это одобрили? Да, я это одобрила. Сначала решили, что я буду суррогатной матерью, но потом подумали, что это 9 месяцев, очень долгий срок, и тем более потом отдавать ребенка, это очень тяжелое. Мы решили, что отлично станет донором. Ну, конечно, отцом-то проще стать, чем матерью. Да. И быстрее. Но это было согласовано, ваше дети. И быстрее. Это было с Еленой согласовано, понимаете? А вам известно, что ребенок был зачат естественным путем? Да. И вы тоже это одобрили? Да, одобрили. Скрипя зубами, ну... Это не легкая ситуация. Что-то вам нужно понять? Я не представляю. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Иногда он боится даже в туалет сходить. И что он делает? Потому что один раз случайно... И что он делает в этом случае? Горшок в кровати. Горшок в кровати. Горшок в кровати. Горшок в кровати. Посреди комнаты. Жена поставила себе целью оставить мужа ни с чем после развода. Затея практически удалась. Бывший супруг отвоевал всего 8 метров. Это ж ерунда. Оказалось, нет. Даже на 8 квадратных метрах может поселиться посторонний человек с женой и детьми. Он сказал моему сыну, что он бастар. Потом он назвал меня. Он сказал, мать моя гулящая женщина. Бывший любовник давно обещал отомстить. И вот подвернулся долгожданный случай. Рядовой конфликт двух школьников превратился в повод вызвать женщину в суд и унизить ее публично. Суд принял решение иск опекуна ребенка об установлении отцовства и взыскании алиментов удовлетворить. Данный иск удовлетворяется в связи с тем, что в судебном заседании установлено, что ребенок зачат естественным путем. Действительно, между дочерью истца и ответчиком имелся договор об оказании услуг. Но в данном случае суд считает, что правового значения это не имеет. Так как судом установлено, что ответчик вступал с дочерью истца в близкие отношения в период, который приходился на зачатие ребенка. Признав ответчика отцом ребенка, суд взыскивает с него алименты в пользу опекуна ребенка, то есть в пользу истца, на содержание мальчика. Так как в соответствии со статьей 80-й и 84-й Семейного кодекса Российской Федерации, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Суд взыскивает алименты в размере 1,4 заработка на содержание ребенка. Решение понятно? Да. Спасибо, ваша честь. Я буду оспаривать. Дело закрыто. Я категорически, конечно, не согласен с вынесением такого приговора. Мне искренне мальчишку, конечно, жалко, хочется ему помочь, и когда устроюсь на работу, помогу. Но я буду подавать на апелляцию, потому что это все, я считаю, несправедливо вынесение такого приговора. И на сайт я буду подавать в суд, который делает такие программы. Я полностью удовлетворена решением суда и рассчитываю, что отец будет сначала общаться принудительно, но со временем ребенок станет ему родным. И он примет его в свою семью. Тем более, что у него две дочери, и родной сын ему не будет в тягости. Судья Елена Кутина ведет расследование на ваших глазах. А почему вот я сейчас отвечаю на какие-то вопросы? Суд задает вам не какие-то вопросы, а вопросы, которые необходимы для установления обстоятельств по делу. Она не выносит глупостей. Вы знаете, как-то мне кажется, что женщины довольно редко беременны от мужчин, которые им невыносимы. Она защитит невиновного и накажет подлеца. Я предлагал Ольге Андреевне пойти элементарно в дом престарелых. Ну, пошли бы вы сами в дом престарелых. Сами в дом престарелых. Смотрите «Дела семейные» с Еленой Кутьюной. Да, да, да. Ну, хорошо. Разобрались. Замечательно. Да, спасибо, что помогли. На телеканале «Мир». Истец Надежда Курочкина предъявляет иск о принудительном выкупе доли в квартире. Ответчик Михаил Борисов, чьи интересы представляет Галина Борисова, с иском не согласен. Заявляет встречный иск о выкупе доли истецы. Слушается дело о принудительном выкупе доли в квартире. Истец Курочкина Надежда Григорьевна. Ответчик Борисов Михаил Петрович. Его интересы представляет в суде. Борисова Галина Алексеевна. Истец, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу вас, пожалуйста, освободите мою квартиру от вот этого мошенника. Вернее, мошенников. Они живут там вместе, понимаете? Обоснуйте, пожалуйста, ваши исковые требования. Не живу. Можно сказать, живешь. Кому принадлежит квартира? Квартира принадлежит мне. Целиком? Не целиком. Квартира общей площадью 32 квадратных метра. Однокомнатная квартира? Да, однокомнатная квартира. Однокомнатная квартира. 32 квадратных метра. Кто является собственниками квартиры? Я являюсь собственником 24 квадрата, мои, и 8 квадратов моего бывшего мужа. Это какая доля? Не бывшего мужа, моего мужа. Одна четвертая. В данной квартире принадлежит вам. Три четвертых долей? Одна четвертая принадлежит мужу. Одна четвертая 포인ра. Это 8 квадратных метров. Принадлежала моему мужу. А сейчас кому принадлежит? Сейчас якобы она принадлежит вот ее мужу уже законному. Якобы, а по закону ваша честь. Одна четвертая. 24 квадрата моей. Докажу. Истец. Кем является ответчик? Вам. Никем. Он вообще какой-то бомж, понимаете? Кем он раньше являлся вам? Никем. Я его в глаза не видела. Я прихожу в свою квартиру, открываю дверь в свои... Хорошо. Кому раньше принадлежала одна четвертая? Принадлежала моему мужу. Вашему мужу. При разводе. При разводе. Мы стали делить имущество. Так. И был суд. Мне присудили основную часть квартиры. Три четвертых? Да. Так, как я предоставила. Все документы, все квитанции, справки о моих заработках. То есть я вкладывала в эту квартиру. Ему суд присудил 8 квадратных метров. Одну четвертую? Одну четвертую. Выгнала листья? Кто дальше? Ничего я никого не выгоняла. Все законно, суд все решил. Квартира в браке приобреталась? Да. Да чисто по-человечески. Но основная доля там моя. Его там доля только та. Ваша доля составляет три четвертых. Это мы выяснили. Его доля только та. У него была комнатка небольшая в коммуналке. Он ее продал и вложил в эту квартиру. Ну вот суд ему и выделил вот эту. Ну это как одна четвертая. Это продумано. Да. Теперь данная одна четвертая принадлежит кому? Ответчику. Да. Он назло мне, дабы отомстить, потому что основная доля моя. Святой человек просто. Он просто взял, подарил непонятным людям, вонючим, жирным бомжам. Взял, подарил. Я прихожу в свою квартиру, у меня посередине комната. А бомжи, че ли люди? Стоит кровать, которая занимает ровно 8 квадратных метров. Понимаете? Все по закону, ваша честь. Он поставил ее посередине моей квартиры. Новый собственник. И не встает с нее, понимаете? Он просто лежит постоянно. Все вопросы за него решает она. Я сначала подумала, что ничего страшного в этом нет. Думаю, вызову полицию, поменяю замки там, в конце концов. Ну и все на этом. Ну что, полиция приехала, они его выгнать тоже не могут по документам. Дарственное все официально. Я даже в суд подавала признать эту дарственную недействительно. Но суд признал, что она действительно. Отвече в настоящее время проживает в этой квартире? Да. По закону. А вы говорите, что... Смотрите, дарственная была сделана в июле, а уже в августе они поженились официально. Это был подарок на свадьбу. Какая свадьба? Мы планировали свадьбу, мы год вместе. А вы что, детей привезете, тоже будете на этих восьми квадратах жить? Так, истец, истец, по порядку. Сейчас эта одна четвертая тоже принадлежит ответчику. Вот к ней даже не придерешься, знаете? Она как бы и не проживает там. Она приходит, ухаживает за ним, готовит ему. В отличие от некоторых я чту закон. И до одиннадцати уходит, понимаете? Ну, по сути, она находится там. Не зарегистрирована в квартире? В квартире нет. В гости? Мужу? Пока. Надеюсь, не будет зарегистрирована. Что вы просите у суда? Я прошу принудительно, чтобы они мне продали восемь квадратных метров. То есть одну четвертую квартиры. Мне продали восемь квадратных метров. То есть одну четвертую квартиры. Я отдам им эти семьсот двадцать тысяч. Почему вы говорите, что стоимость одной четвертой... Почему вы говорите, что стоимость одной четвертой составляет семьсот восемьдесят тысяч? Потому что один квадрат моей квартиры стоит девяносто тысяч. Вы провели оценку? Да. Сколько составляет стоимость квартиры? Это она придумала. У нее, наверное, нет и отночного акта даже. Два миллиона. Два миллиона. Восемьсот восемьдесят тысяч. Восемьсот восемьдесят тысяч стоимость квартиры. Да. Предоставьте, пожалуйста, суду оценку. Пожалуйста. Свидетельство о собственности. Имеется выписка из единого государственного реестра. Это муж мой специально устроил такой сговор, чтобы отомстить мне, потому что они сразу же поженились официально. Опять же таки, чтобы он имел право официально привезти ее в мою квартиру. Он нам подарил на свадьбу эту квартиру. А если они целый выводок приведут, они что, все будут жить на восьми квадратных метрах? Вы пытались договориться о совместной продаже квартиры? О, какие же были методы ваша честь, агрессивные. Пять раз замки меняла. Ваша честь, я, конечно же, я предлагала им без суда выкупить. Просто я отдам вам семьсот двадцать тысяч, и вы оставите меня в покое. В результате мужа с крестьянием не соглашается. Они не договаривать со мной не хотят, понимаете? Их как будто все устраивают. Он лежит, она бегает за него, все делает, готовит. Я поняла, истец, я поняла ваши требования. Ответчик, представитель ответчика, слушаю вас. Ваша честь. Иск признаете? Нет, мой муж и я иск не признаем. И более того... Вы не являетесь ответчиком. Вы представитель ответчика. Я представитель, да. Иск не признаем. И также выдвигаем встречный иск о принудительном выкупе доли соусобственника. Да у вас денег даже не хватит. Где вы возьмете деньги, чтобы выкупить... То есть вы готовы выкупить три четвертых квартиры за какую сумму? За миллион. Почему вы предлагаете выкупить три четвертых доли в квартире за миллион, если стоимость квартиры, как указано в оценке, два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч? Ваша честь, эта истца не устраивает все. Если ее так не устраивает, мы предлагаем по нашим средствам. Да, вот она до такой степени вот уперлась все выгнать. У нее были довольно агрессивные меры. Я сейчас про это тоже все расскажу. Мы предлагаем столько, сколько мы можем. Если ее не устраивает миллион, мы ей платим 500 сразу, 500 под расписку, в расстрочку. Это все, что мы можем. Мы уже идем ей навстречу. Но почему вы считаете, что вы тем самым идете ей навстречу, если стоимость квартиры составляет 2 миллиона 880? Она из головы сделает эти фифры. У меня акт оценки лежит. Вы что, выходили из зала судебного заседания, или вы невнимательно слушаете? По акту оценки, представленным истцом, следует, из акта оценки следует, что стоимость квартиры составляет, повторяю вам, 2 миллиона 880 тысяч рублей. Мы предлагаем то, сколько у нас есть. Большим мы, к сожалению, не можем. А мне что с этим миллионом? Ну и уходить, мой муж никуда не стеряется. Поясните, пожалуйста, как вы стали собственником, вернее, как ваш доверитель стал собственником, и предоставьте суду доверенность. Мой муж... Предоставьте суду доверенность. Пожалуйста. Пожалуйста, я вас слушаю. Мой муж сидел на лавочке во дворе, к нему подошел довольно-таки прилично одетый мужчина, и вот рассказывает такую ситуацию, что работал, горбатился, зарплата была неофициальная, но очень высокая. И когда дошло дело до развода, его пинком под зад. Ну и мой муж ему рассказал, что вот, что мы хоть живем и небогато, но счастливо. Вот есть я, то есть его любимая женщина, что мы планируем свадьбу. И он говорит, а давай-ка, говорит, я подарю тебе вот 8 квадратных метров. Мой муж, конечно, несказанно обрадовался. Это подарок небес, это святой человек. Зачем? Зачем он так сделал? Ну, чтобы не отомстить. Ну, чтобы не отомстить. Незнакомому человеку подарил 1 четвертую квартиру. А вы знаете, бывают и добрые дела. Просто Бог есть, справедливость есть. Пока что не оказывается добром, насколько я вижу. Почему? Вас устраивает такая жизнь? Главное, что это устраивает моего любимого человека. У него теперь есть прописка. И у него хоть 8 метров. А где вы раньше жили? Ну, вот по закону, конечно, да, он считался бомжом без определенного места жительства. По прописке. А на самом деле он снимал комнату. То есть, а теперь у него свои, вот пускай 8 квадратных метров, но они же есть. Ну, а вас устраивает такая жизнь? Главное, что это устраивает моего мужа. А вы где? Вы где живете? Ну, а вы где живете? Вы же у меня живете, понимаете? Истец. Я приезжаю в гости к своему мужу. Вы приезжаете в гости к своему мужу. А вы где живете? Где вы ночуете? Я снимаю комнату. А почему ваш любимый человек, ваш муж, не живет с вами? Потому что он сейчас получил московскую прописку, свои 8 метров. Ну, вы снимаете комнату? И он боится оттуда уйти, ваша честь. Истеца пять раз меняла замки. Вот он уже просто знает ее подлый нрав. Вот так посмотришь на нее, вот глиста в корсете. А гадость отмечет. Я делаю вам замечание за неуважение к суду. Это недопустимо. Такие выражения недопустимы в зале судебного заседания. Это на эмоциях. Продолжайте. Моему мужу уже устроили большое-большое избиение. Его жестоко очень избивали в темноте около дома. И убить ждали уехать из этой квартиры. Ты думаешь, что я могла... Вы обращались в 10 килограмм? Да, обращались. У нас есть и жалоба, и медсправка. У моего мужа сотрясение мозга. У него множество ушибов, гематомы. Пока, к сожалению, с мертвой точки вот это расследование не сдвинулось. Ты хочешь сказать, что я его избила, вот этого амбала за его? Да нет, ты наняла. А кому еще надо? Да зачем мне это надо? Так, ответчик. Ответчик. Вы можете говорить только о фактах, которые чем-то подтверждаются. А ваше предположение суд не интересует. Пожалуйста, посмотрите. У меня есть факты. Еще какие документы у вас имеются? У меня есть свидетельство о государственной регистрации права собственности, заключение брака, договор дарения. Кстати, истица пыталась его оспорить в суде. Вот у меня есть решение, которое признало, что все у нас законно. Передайте, пожалуйста, документы через судебный приз. И еще хотелось пояснить, что мой муж лежит в квартире и боится оттуда выйти, что он просто туда-назад не попадет. Он лежит обложившись диктофонами, видеокамерами, телефонами. И фиксирует каждый ее шаг. Потому что боится каких-то провокаций. Они уже были. Что она устроит поджог, отопление, стихийное бедствие. Что несешь? Там попытку изнасилования все что угодно. Ну скажите, изнасилование кого? Попытку она все что угодно может устроить. Ваша честь. Пять раз менялись замки. Скажите, пожалуйста, а вас что, устраивает такая жизнь? У вас есть возможность снимать комнату. Вы можете спокойно со своим мужем там жить. Или все вот эти истории придуманы для того, чтобы выжить из квартиры и завладеть ей. Я никого не выживаю. Ваша честь. Главное, что хочет мой муж. Да что ты себя в мячку бледную строишь? Конечно, они хотят меня выжить оттуда. Она у него есть. А я могу и в гости поесть, когда все утрясется, когда вот истец угомонится. И когда он будет уверен, что он сможет уйти и прийти в свое законное жилье, тогда, конечно, он будет оставаться ночевать и у меня. Почему нет-то? А как вы вообще представляете себе? Так истец, истец. Пожалуйста, поспокойней. Как вы себе представляете, все это может, во-первых, утрястись, а во-вторых, как вы себе представляете дальнейшее проживание в однокомнатной квартире вместе с истцом, ваш муж, вы. Как это все будет происходить? Нормально я себе представляю. Я к нему прихожу нормально, я себя чувствую. Вы так и будете приходить в гости без ночевка? Да, буду приходить. Потом он ко мне сможет приходить, когда вот все это дело решится, когда она угомонится и оставит в покое моего мужа. То есть вы считаете, что семейная жизнь так и ведется? Вы приходите, вы приходите. Еще хоть раз кто-то тронет моего мужа, ты об этом не жалеешь. Я его не трогала, мне жалеть ничего не нужно. Ответчик может расценивать как угрозу с вашей стороны. Вот-вот. Нет, вы послушайте дальше. Я действительно рожу детей. И хоть выруберой, закатайся. Заражай сколько хочешь, меня не трогайте. Или договор аренды, заключит, пустит туда. Или бригаду. Так, все, отречу. Представитель, ответчика, я сейчас наложу на вас штраф, если вы не прекратите так разговаривать с ИСОМ. А как она со мной разговаривает? Я нормально с тобой разговариваю. Замечание. Ответьте на вопрос суда, каким образом вы представляете себе дальнейшее проживание в этой квартире. Нормальным образом я себе представляю. 8 квадратов есть. Ну, объясните мне, 8 квадратов, где вы их собираетесь выделять? Если даже обращаться в суд и определять порядок пользования квартирой, как можно в одной комнате, это же однокомнатная квартира, выделить 8 метров и отгородиться от второго собственника? И проживать с семьей, как вы говорите. Он поставил перегородку, 8 положенных метров приходила полиция. Да нет, он посредине комнаты поставил свою кровать и обгородился. Он пользуется местами общего пользования? По возможности. Иногда он боится даже в туалет сходить. И что он делает? Потому что один раз случайно сомался замок. И что он делает в этом случае? Горшок под кроватью. Горшок под кроватью. Кровать стоит посреди комнаты. А почему вы считаете, что 8 метров надо выделять посреди комнаты? А где должна, естественно, ходиться? Ну, если она пойдет на компромисс, мы готовы где-нибудь в уголке. Подвинуть в уголок готовы. В уголке. Или на какие-то другие компромиссы готовы. Они все делают так, чтобы меня не было в этой квартире, понимаете? И предлагают мне всего лишь миллион. Ваша честь, мы ничего не делаем. Мы ей ничего плохого не делали. А она 5 раз меняла замки, и моего мужа жестоко избили. Скажите, пожалуйста, представитель ответчика, А почему вы считаете, что в комнате ваш муж, в данном случае ответчик, имеет право занимать 8 квадратных метров? Это определено законом. Нам подарили вот дарственное есть... Вам подарили 8 квадратных метров, что составляет 1 четвертую от общей квартиры. От всей квартиры. Да. Значит, 8 метров от общей площади квартиры. Не от жилой площади, от комнаты, а от общей площади. Понимаете, о чем я говорю? Ну так приходила полиция, все проверяла. Что проверяла полиция? Это вообще не дело полиции. Это не дело полиции. Полиция могла проверить только документы, а именно, является ли лицо, находящееся в квартире, собственник, имеется ли у него регистрация, имеет ли он право... А они замеряли метраж, Ваша честь. Ну что вы такое говорите? Документ мне предоставьте, что полиция замеряла метраж. Что вы такое говорите? Документа нет, это, наверное, в полиции осталось. В полиции осталось. Суд удаляется для внесения решений. Далее в программе. Он сказал моему сыну, что он бастард, потом он назвал меня. Он сказал, мать твоя гулящая женщина. Отец мальчика, пострадавшего в школьной драке, абсолютно уверен в своей правоте. Он знает, мать ребенка, обидевшего его сына, никогда не посмеет публично раскрыть тайну прошлого. Похоже, мужчина заблуждается. Облашается решение суда. Суд принял решение в первоначальном и встречном исках об обязании другого собственника заключить договор купли-продажи, принадлежащей ему доле, в квартире отказать. Суд не может обязать ни одного из собственников продать другому собственнику, принадлежащую ему долю в квартире, так как данный иск не соответствует требованиям закона, и закон запрещает понуждение к заключению договора. Нельзя другого собственника понудить заключить договор. Поэтому иск не может быть удовлетворен ни основной иск, ни встречный иск. В данной ситуации решить эту проблему можно только одним способом. Это договориться. Суду совершенно ясно, что дальнейшее проживание в таких условиях может пагубно сказаться на обеих сторонах. Поэтому, стороны, я призываю вас, чтобы вы постарались мирно урегулировать спор, который между вами возник. Да мы же старались, мы разговаривали. Вы можете продать квартиру, договориться продать квартиру именно за ту сумму, которую она стоит купить по комнате. Вот они такой вариант, они же не рассматривают, их все устраивают. Дело закрыто. Решение суда. Выски отказать. Но я этого так просто не оставлю. Они не будут жить в моей квартире. Я все сделаю, чтобы они выметнулись оттуда. Я очень довольна решением суда. В принципе, я такое ожидала, но таким и должно было быть. Теперь я перееду к своему супругу. Мы родим детей и заживем очень даже счастливо. Мы за то, чтобы была любовь, а не ненависть. Как ты любил сначала меня, потом ты любил ее. Тебя не любил, я любил твою мать. Мы за то, чтобы дети смеялись, а не плакали. Когда забрали ребеночка из семьи, два дня он лежал без еды, без питья, возле мам, которая была в ломке. Мы забрали его на грани жизни и смерти. Мы за то, чтобы ваше имущество не делилось, а приумножалось. Как только стало известно ответчику, что у меня есть сын, она сразу побежала продавать все имущество, чтобы этому ребенку ничего не досталось. Если что-то грозит вашему благополучию, звоните в нашу бесплатную юридическую консультацию. Профессиональные юристы помогут вам своим советом. Истец Роман Коноплин подает иск о компенсации материального ущерба. Ответчик Надежды Гордеевой против иска возражает. Слушается дело о компенсации материального ущерба в размере 34 640 рублей. Истец Коноплин Роман Александрович, ответчик Гордеева Надежда Викторовна. Истец, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу возместить мне материальный ущерб в размере 34 640 рублей. Дело очень простое на самом деле. Мой сын Никита учится в одной школе с сыном Гордеевой, Дмитрием. Но в последнее время ее сын просто затерилизировал моего сына Никиту. Все началось с маленьких стычек мальчишеских, пацанских. Так, например, они поехали со школой на Бородинское поле. Так вот ее сын, во-первых, разбил телефон моего сына. Специально разбил? Да, и порвал куртку. Это было на глазах у всех детей. Они подрались? Да, произошла стычка. Вот, кстати, имеются у меня квитанции. Во-первых, из ателье за ремонт куртки. И во-вторых, на сумму 1700 рублей. И квитанция на 2540 рублей за замену стекла на смартфоне. В итоге что произошло? Сын Гордеевой избил моего Никиту. Прямо избил, конечно. Да, до того, что у него случилось сотрясение мозга. И мы были вынуждены его отправить на лечение в санаторий. И где это произошло? Это произошло в школе. В школе? Да. Тоже свидетели были? Ну, понимаете, это результат сотрясения мозга. Детей вызывали в комиссию по делам несовершеннолетних? Нет, не вызывали. Не вызывали? Нет. Вызывали родителей. Конфликт в школе был разрешен? Да. Вызывали родителей. Приходила моя жена. И вот вызывали Гордееву в школу. И вот есть квитанция о плате лечения в санаторий. Лечения в санаторий. Было ли вынесено какое-то решение в школе? Знаете, там очень сложная ситуация. Этот маленький хулиган-разбойник, да, Дмитрий, сын Гордеева. Какой разбойник? Что ты говоришь? Он, несмотря на свое хулиганство, является лауреатом многих олимпиад школьных. Отличник-хулиган. Да, да. Передайте, пожалуйста, документы. То есть это подтверждающие квитанции на сумму материального ущерба. Который вами заявлен. Причем, знаете, мы с женой лишнего не просим, да. То есть просим только возместить наши материальные расходы. Ответчик, я вас слушаю. Вы иск признаете? Ваша честь, нет, я не признаю этот иск. Не рвал куртку, не разбивал телефон? Разбивал. Да, к сожалению, было такое. Но дело в том, что Роман Александрович, уважаемый, многое не договаривает. И он не говорит основного. А основное как раз заключается в том, что мы с ним состояли в очень близких отношениях. Десять лет назад. Мы были любовниками. Ну а какое это имеет отношение к теперешнему делу? Я поясню. Самое интересное в том, что Роман Александрович настоящий отец моего Дмитрия. То есть ваши мальчики-братья? Наши мальчики-братья. И я специально не указывала его ни в каких документах. Ну видите, как хорошо. Братья, а что дерутся-то? Я могу объяснить ситуацию. Я не знаю причину конфликта. Почему он возник изначально, но мне кажется, это какая-то ерунда. Но после первой стычки, когда директор вызвал меня на собрание, и в том числе присутствовала Анастасия, супруга Романа Александровича, я переговорила со своим сыном, с Дмитрием. И тут уж я виновата, потому что у меня с языка сорвалось. Я сказала о том, что Никита его сводный брат, и с ним нужно быть поласковее. Я никогда об этом ранее с сыном не разговаривала. Но после этого мой сын... А с истцом разговаривали? Да, истец, он был в курсе. Более того, он даже поддерживал нас первые три года финансово. Он помогал мне. И я думаю, что здесь я в суде не потому, что я должна возместить вот этот материальный вред, а для того, чтобы разобраться со мной. Он написал этот иск и, соответственно, вызвал меня в суд. То есть это дело о мести, а не о материальной конвенциации. Ну, за что же вам мстить? Мстить за что? За то, что когда мы были вместе, я предлагала ему выбрать и определиться, с кем он со мной, поскольку у нас ребенок, или с его женой, поскольку у них тоже ребенок. Он выбрал супругу, и... Чувствия полнейшего. Дальше я стала устраивать свою личную жизнь. Как получилось, что у вас дети ровесники? Он был с нами одновременно. Я была в роли любовницы, и так получилось, что в одно и то же время родились наши дети. А вы заявляли иск об установлении отцовства? Нет, пока я не заявляла еще. Почему? Ну, я пошла на это осознанно. Я рожала для себя. Я не хотела создавать проблемы, тем более, когда он сказал, что он выбирает супругу. Соответственно, я начала устраивать свою личную жизнь. Так вот, супруга ИСЦА... Я чуть позже дам вам слово, обязательно. Супруга ИСЦА знает об этом? Она узнала об этом недавно. Она не знала об этом. И как она к этому отнеслась? Вот я думаю, что этот суд как раз и результат ее отношения. А каким образом она узнала? Она узнала после конфликта наших мальчиков. То есть, когда я донесла до сына эту информацию, оговорилась, да, я не специально, я не хотела этого. Но с языка сорвалось, вы понимаете. То мой сын Дима, он подошел к Никите бериться. Зачем ты об этом ему сказала? Он сказал, мы с тобой братья, мы должны не конфликтовать, мы должны действовать сообща. Но Никита отреагировал, твой сын, между прочим, отреагировал иначе. Он сказал моему сыну, что он бастард. Потом он назвал меня. Он сказал, мать твоя гулящая женщина. Понимаешь, он назвал меня гулящей женщиной. И после вот этих слов мой сын Дмитрий, он не сдержался. А что, этого не было? Он ударил его и толкнул. Ты при мне встречалась со многими мужчинами. И только после этого случилось сотрясение мозга. Я не встречалась при тебе со многими мужчинами. Я пыталась устроить свою личную жизнь в то время, как ты, дорогой мой, Роман Александрович, был женат, между прочим. Так, истец, что вы хотели пояснить? Почему ты помогала нам финансово все эти три года? Да, вот почему вы помогали финансово три года? У вас действительно были близкие отношения? Я ей помогал. Вы хотите взыскать денежные средства за то, что один ваш сын испортил вещи, разбил мобильный телефон, порвал куртку у другого сына? Это вообще просто высший пилотаж. Она параллельно встречалась с несколькими мужчинами, понимаете? Когда у нее была роман с ней. У вас были отношения близкие с ответчиком? Были, но параллельно у него были отношения со многими другими мужчинами. У тебя также были параллельные отношения с твоей женой. Но все-таки значит вероятность того, что ребенок ваш есть? Конечно, есть. Так я и задаю вам вопрос. Вы считаете... Он совершенно не похож на меня, понимаете? Ой, ну что вы говорите. Ну не похож, так бывает. А на кого он похож? Ну не знаю, только не на меня. Ну на самом деле он на дедушку похож. На моего отца. Еще раз. Я... Вот вы понимаете ход моих мыслей? Или вам разъяснить? Почему я задаю вам такие вопросы? Если окажется, что это ваш сын... Ну это надо доказать. Понимаете? Вы даже вопрос не даете мне задать. Мы не рассматриваем его дело... Не рассматриваем. Поставя одного дела. Правильно? Вы как считаете? Это нормально? Может вы... Вы не настроены иск отозвать? Или вы... Или вы... Это как не из-за гипотетического сына, а с ответчицей, понимаете? Я же говорила вам, ваше честь. Это разборка между нами. Да, ответчица пойдет устанавливать отцовство, и если она его установит, она с вас зыщет алименты. Да, ответчик? Да, я так и сделаю. Время покажет. И вернет эти деньги, если суд их сейчас зыщет. Суд удаляется для вынесения решения. В следующей программе. Что отец, это родитель второго сорта, я тоже не имею права. Нет, ничего подобного. Ты вообще не хотел рождения нашей дочери, ты вспомни. Чтобы отобрать у бывшей жены дочь, любящий папа заявил, что комната, в которой девочка жила с рождения, вдруг стала непригодна для жизни. А бабушка и дедушка, выжившие из ума старики, опасны для ребенка. Я заметила, увидела, чисто случайно, он думал, что я не вижу, что он скидывает свои обнаженные фотографии девушкам, и девушке скидывают ему то же самое. Это чисто для работы, это чтобы было больше. Молодая жена быстро забыла, при каких обстоятельствах познакомилась со своим мужем, и как сама еще недавно ставила лайки на его откровенные фото в соцсетях. С какой стати она надеялась, что после свадьбы станет его единственной. Я сейчас работаю уборщицей, и получаю 22 тысячи рублей. Не перебивайте, пожалуйста, дайте мне сказать, вы, по-моему, уже достаточно наделали. Говори, говори, говори. Что делать, если родители ведут аморальный образ жизни, и от этого страдают дети? Дед из любви к внуку решил пойти официальным путем и сообщить о ситуации в органы опеки. Что теперь будет с ребенком, решит суд. Суд оглашает решение. Иск о возмещении материального ущерба удовлетворить. Суд принимает решение взыскать с ответчицей в пользу истца сумму в размере 34 тысячи 640 рублей. Это стоимость ремонта поврежденного имущества и понесенные расходы на санаторное и курортное лечение. У суда нет другого выхода. И в данном случае данные денежные средства должны быть возмещены. Потому что ваш ребенок причинил вред материальный и физический ребенку истца. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Время покажет, является ли Дима моим сыном или нет. То, что вернули деньги за лечение и за ущерб, я довольный. Деньги я возместила бы ему в любом случае. Но подам или нет иск на установление отцовства, я еще подумаю. Потому что лучше растить сына одной, чем показывать ему такого отца. Прошу всех встать. Дела семейные. Более десяти лет в эфире. Слышается дело. Самые скандальные семейные разборки. Я проявлял заботу, чтобы у меня коллектив не развалился. Свою заботу помню. И одного не понимаешь. Включай чеки на аборты. Стороны. Вы уже в разводе? Да, мы в разводе. А скандальцев как будто бы нет. Гори. Я не хочу, чтобы ребенок видел убийцу. И счастье. Я же полюбила, понимаете, какое чувство-то огромное. Смех сквозь слезы. Мне бы, ну, как любому ребенку важно знать. Какой-то ребенок у тебя уже, он сиськи. Справедливые вердикты с учетом всех изменений в законодательстве. Процессуальные кодексы придумали же не просто так. Дела семейные. По будням. 15.00 на телеканале МИР. Вон ты уже заходишь! Ответчик! Тихо. Новый сезон начинается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...